всем привет в этом видео я хочу поделиться с вами очень радостной для нас новостью у нас алиса наконец-то пошла в детский садик ура мы решили что мы будем отдавать алису именно в корейский садик хотя в корее есть и русские садики русскоязычные вот но мы решили отдать в корейский у них намного лучше здесь отзывы по этой причине и сложностью для нас было то что мы не знаем корейский язык и в этом видео я вам расскажу и покажу что нужно для поступления в корейский детский садик в общем нашу подготовку и путь в сад возможно кому-то это будет очень полезно и интересно поскольку когда мы собирались отдавать алису я сама искала видео в интернете на ютюбе и ничего отдельного не нашла поэтому собственно решила записать такой полезный ролик для вас хочу начать самого начала первым делом мы обошли ближайшие садики которые находятся с нашим домом в двух из них нам сказали что алиса еще маленькая по возрасту для этих садиков один из них который нам понравился к сожалению там не было мест как это было смотрите в нашем ролике ссылочка будет где-то здесь потом мы узнали у нашей знакомой которая вводит в этот сад своего ребенка что можно встать в электронную очередь на сайте данного садика что мы попытались сделать мы вроде сделали все правильно но почему-то нас не было в списке ожидания на сайте садика в общем мы уже смирились с мыслью что алиса пойдет в сад следующем году в марте месяце поскольку здесь в корее учебный год начинается в марте а не как у нас принято в сентябре а пока мы решили подготовиться и первое что нужно сделать это нужно перевести российские прививки на корейский язык мы начали искать и где нам это сделать нашли несколько вариантов которые были бесплатные варианты и платные варианты конечно же мы выбрали бесплатный вариант и сейчас я подробно про это расскажу но для начала скажу вам если вы планируете переезжать с маленьким ребенком в другую страну обязательно возьмите своей поликлинике прививочный лист почему потому что я про него не знала поэтому я говорю сейчас об этом вам может быть кому-то это упростит задачу когда я откреплялась наши поликлиники я все расспросила узнала у врача на регистратуре у девушки в прививочном кабинете и сказала что мы переезжаем что для этого нужно на что мне везде отвечали что вам понадобится только ваша медицинская карта с ней вы уже пойдете в тот в той стране в том городе где будете жить и там дальше уже будете делать разные переводы которые вам будут нужны вот а оказывается есть специальный прививочный лист о котором я узнала только в корее именно его этот прививочный лист требует предоставить номер центре где мы переводили прививки они медицинскую карту не принимают хорошо что у нас получилось это сделать на расстоянии благодаря нашей просто замечательной медсестре она это сделала на расстоянии и отправила нам прививки и как только мы получили перевод мы пошли в номер центр он находится в ансане ну может быть есть и в других городах в общем если вы делаете перевод в этом центре то вам даже не нужен будет нотариус там какой-то модный нотариус у него какая-то модная печать его перевод принимают даже без нотариуса то есть просто вам переводят бесплатно еще не нужно тратиться на нотариуса вот хороший вариант для перевода можно конечно везде платить но зачем платить когда можно делать бесплатные меньше бегать по разным инстанциям так вот отдали мы на перевод прививки в нома центр и пока мы ждали перевод прививок саша познакомился с очень хорошим человеком и зовут его пётр кстати он ведет тоже свой youtube канал о работе о жизни и рыбалки в южной корее очень интересный у него контент поэтому ссылочку мы оставим в описании обязательно переходите смотрите и подписывайтесь в общем пётр и его жена евгения решили нам помочь с поступлением в детский сад евгения очень хорошо знает корейский язык и мы с ней направились в детский садик который мы пытались подать заявку и оказывается что мы можем эту заявку подать в самом саду мы отдали все необходимые документы и садик заполнил за нас эту заявку и представляете через неделю нам уже позвонили сада сказали что у них есть место спросили готовы ли мы к ним прийти и после нашего согласия они прислали нам список документов необходимый для поступления в сад всем привет у нас раннее утро у нас сегодня ранний подъем мы с алисой пойдем по делам мы будем готовиться к поступлению в детский садик сейчас заходили положили денежку на транспортную нашу карту и идем на место встречи алис по возможности постараюсь для вас заснять показать где мы сегодня были у нас очень много дел а еще смотрите какая красота здесь вдоль школы забор и такие красивые розы очень красиво все зелененькая и вот такие шикарные цветы и первое что нужно нам сделать это взять справки о нашей прописке в корее и для этого мы отправились в иммиграционный центр который находится рядом с нашим домом ждет пришли но к сожалению там у нас ничего не получилось потому что они запросили у нас наши документы заверенные консулом на английском языке в итоге мы отправились другой главный иммиграционный центр и там мы взяли успешно две справки о нашей прописки одна нужна для садика а еще вторая нужна для банка алиса куда поехала ты сейчас банка едешь карточку себе делать да да и вот эту карту они вот миграционный центр там нельзя снимать но мы все сделали дальше нам нужно сделать банковскую карту с книжкой и для этого конечно же мы поехали в банк и при входе в банк нам сразу же указали на объявление в этом объявлении был указан список документов которые необходим для открытия банковского счета в этом банке и одним из пунктов в этих документов была справка с работы я в принципе не могу со своей визой в корее работать разумеется у меня нет такой справки я в общем уже в глубине души начала расстраиваться подумала что придется ехать саши что у нас не получится это сделать мы пришли в банк и нам говорят что возможно мы не сделаем ничего надо будет ехать саша сейчас решили испытать судьбу стоим в очереди спросим может быть получится близко развлекается с камушками такой банк подошла наша очередь и девушка нам объяснила что в этом филиале к сожалению я не смогу открыть карту без этой справки но была и хорошая новость она сказала филиал этого же банка где мне могут помочь где смогут открыть банковскую карту без этой справки вообще на самом деле странно один и тот же банк но по этому адресу они открывают получается эту карту без этой справки а по-другому не открывает но самое главное что был адрес где открывает и мы отправились туда как красиво да мы пришли в банк а тут такая красота вместо банка здесь проходят свадебные ну так красиво свадебные торжества смотрите какие вообще это в банке мы были достаточно долго по времени и спасибо большой евгении она помогала мне с алиской потому что она уже начала конючить ребенок уже хотел спать спи 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 девушка работник банка молодец она все сделала скачала мне приложение на телефон как наш сбербанк онлайн еще и на двух языках на русском и на корейском все мы удачно сходите и сделали карту с книжкой сейчас едем дальше смотрите какие милые тут книжки книжку они выдают сразу а карту они уже привозят на следующей неделе через несколько дней после обращения в банк по месту жительства к вам домой что очень удобно не нужно никуда ехать они предварительно созваниваются с вами если вы дома они приезжают и привозят карту очень удобно дальше в нашем списке дел нам нужно посетить погонцо мы приехали скажи к тете врачу да здесь во времена к вида делали тест все мы идем алиса ой пойдем делать прививки если нам такие нужны скорее всего нужны и узнавать про медкомиссию вот так выглядит это место погонцо называется если правильно говорю куда мы относим перевод наших прививок и они там их заносят в базу и кстати в этом центре можно сразу сделать прививки ребенку но мы попали в обеденное время поэтому прививки нам не сделали но к счастью у нас взяли наши прививки на перевод и выдали еще нам карту потом как прививки будут готовы они еще занесут в эту карту в общем мы приехали в поликлинику вот у нас сейчас у нас сейчас Евгений ведет в поликлинику там будем дальше узнавать прививки мы отдали нам дали карту сказали как будет готово нам пришли к сообщения сейчас мы идем к врачу узнать про медосмотр дальше по списку у нас была поликлиника где мы сделали медосмотр для садика и уже поехали домой как только я зашла домой и мне уже пришло сообщение с погонцо что наши прививки уже готовы я аж наудивилась я отправила это это сообщение Евгении подумала что может быть мне переводчик как-то неправильно перевел на что Евгения мне тоже подтвердила что да действительно прививки уже готовы и она предложила что через час она может съездить с нами туда конечно же я согласилась чтобы сразу доделать все эти дела я быстренько покормила Алиску она у меня уже конечно же собралась спать но нам нужно было ехать вот моя звезда лежит устал ребенок я сегодня подняла ее раньше обычного она покушала супчик сейчас и сама легла взяла свой мультик и лежит ну придется ее немножко потревожить чтобы все это сделать я думаю что она будет рада ходить в сад потому что она любит детское общение вот такая наша мадама Алиса спит не хочет просыпаться но мне пришлось ее разбудить когда мы уже были в этом центре потому что я решила поставить сразу прививки не тратить время пока мы там у нас не доставало пять прививок по правилам корейским медицинским вот сразу можно поставить только две что мы и сделали а еще после прививок Алиске подарили полезный подарок для детей это были наши первые прививки и вот нам подарили такой пакетик с полезными с безопасными штучками для дома для детей там знаете блокировка от блокировка розеток получается чтобы ребенок туда не дай бог не засунул свои пальцы потом защита на углы силиконовые такие чтобы ребенок не ударился об угол и еще блокировка на двери чтобы не прищемило ребенок пальчик себе к примеру в общем вот такие полезные подарки Алиса немножко там плакала после прививки но я думаю еще плакала из-за того что она не выспалась мне ее пришлось разбудить ну и вот еще и конечно же прививки это же больно вот я тоже всегда плачу вместе с ними всегда жалко но я стараюсь себя держать в руках чтобы ребенку не передавались мои переживания потом я набралась смелости и попросила Евгению пока она с нами и у нее было время чтобы она сходила с нами в детский садик поскольку там работают корейцы а я не знаю корейский язык и конечно с человеком который знает корейский мне намного комфортнее чем общаться через переводчик я конечно пользуюсь переводчиком просто некоторые мне пишут 21 век там есть переводчик да но он не всегда верно переводит вы не всегда сможете понять своего собеседника через переводчик поэтому я начала учить язык вот в общем я набралась смелости и попросила Евгению и она нам не отказала я не знаю могу миллион раз сказать огромное спасибо потому что я так рада что что мой ребенок пошел в сад алиса ты в садик пришла будешь сюда ходить ой 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 сколько детей сколько деток прикольно да там диванчики такие детский сад осторожно алиса у нас садовод будущий цветочки нюхать алиса иди сюда алиса 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 нельзя алиса нельзя ай-яй-яй тихо в общем алиска мне в садике толком не дала поснимать потому что ей нужно было все время бежать в группу к детям вот я взяла там воспитательница на руки она мне помахала пока вот в общем ребенок хочет в сад хочет к детям вот в общем сегодня был очень продуктивный день благодаря евгении которая помогла все иначе бы без нее бы я конечно бы ничего не сделала вот не зная язык в общем сделали мы почти все документы осталось только пару справок донести вот нам дали еще пакет документов надо их заполнить там как анкета и завтра назначили нам встречу с нашим с алискиным будущим воспитателем педагогом учителем как можно назвать вот мы завтра договорились и пойдем в детский сад с алиска вот на эту встречу ну и все собственно потом алиска пойдет в садик вот так вот я надеюсь что у нас это пройдет все хорошо потому что я очень сильно переживаю как это будет конечно чтобы не обижали вроде сад с хорошими отзывами конечно чтобы воспитатели не обижали но где там все добрые чтобы детки не обижали ну я надеюсь что алиса у нас такая достаточно общительная что все будет хорошо вот ну вот такой вот день а я одна набегалась сегодня и иду еще на свои любимые танцули на тренировочку уже почти дошла осталась последний офис нагрузка у меня на сегодня завершаю день правильно